Здравствуйте! В эфире программа «Комфортный город». Конец года, время подводить итоги. Как изменились чебоксары за этот год и насколько они стали комфортнее для горожан? Поговорим с заместителем начальника управления ЖКХ Павлом Порфирьевым. Павел Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем вот с такого темы – реализации федеральных программ. «Комфортная городская среда» уже реализуется в Чебоксарах два года, но в этом году дворы решили не ремонтировать, а сосредоточиться на общественных пространствах. Почему? Да, действительно, у нас второй год в городе реализуется федеральная программа формирования комфортной городской среды. Здесь следует отметить, что к благоустройству дворов в территории мы приступили еще с 2011 года. Следует отметить, что в прошлом году мы основной упор сделали на дворы, отремонтировали 25 территорий, которые включает… Каждая из которых включает от 6 до 15 многоквартирных домов. Значит, основная масса финансовых средств была направлена на благоустройство дворовых территорий. В этом году было принято решение все-таки благоустроить общественное пространство. В основном это связано с тем, что, во-первых, мы приближаемся к празднованию юбилейных дат. В следующем году мы празднуем 550-летие города Чебоксары, а в 2020 году – столетие автономии Чувашской республики. Это один из моментов. Ну и второе, как я и уже сказал, значит, на дворовые территории мы все-таки большой акцент делали и в предыдущие годы. Есть на территории города такие общественные пространства, которые остались у нас в первоначальном создании. Сейчас время изменилось, требование к территориям изменилось. Нужно создавать комфортные условия горожанам не только во дворовых территориях, но и на общественных пространствах. Поэтому в текущем году было проведено рейтинговое голосование. Значит, мы дали возможность людям самим определить, что они хотят в первую очередь благоустраивать. Вот, кстати, о рейтинговом голосовании. Вот, да, оно прошло в марте. Победили Московская набережная, фонтаны напротив универмага Шупашкар и Красная площадь. Но почему-то Красную площадь заменили на Кадетский сквер. Вот, многим горожанам непонятно. Вот, почему было принято такое решение? Голосование рейтинговое. Значит, у нас Кадетский сквер тоже. По результатам голосования занялось четвертое место. Четвертое, да. Да. Следует отметить, что разрабатывается качественный проект по реконструкции Красной площади и всей территории залива. Значит, были вопросы, связанные с разработкой проектной документации. Стоимость этого объекта большая. Значит, есть уже предварительные договоренности с Ростуризмом. Значит, мы планируем этот объект как раз реализовать в рамках федеральной программы развития въездного туризма. Поэтому мы готовимся и в следующем году планируем этот объект реализовать. Ну, в текущем году... То есть, почему на Кадетский сквер ты перешли все-таки? То есть, почему приняли решение финансирования от Красной площади перенести на Кадетский сквер? Потому что нужно было сделать... Ну, не совсем так, наверное, пытался объяснить. Ну, понятно. Пробовал, да. Во-первых, востребованность и благоустройство этой территории. Значит, она понятна, жители хотели благоустраивать. Четвертое место – это тоже, скажем так, высокая позиция в рейтинге. Эта территория, ну, если вы там бывали, она была заброшенная несколько лет. Туда руки не доходили. Но это центральное место для жителей Новоюжного района, как Калининского, так и Ленинского. Практически в Новоюжном микрорайоне не было у нас таких общественных пространств, где можно было погулять семьями. Значит, ну, во-вторых, в этом году, вы все знаете, да, ввели в эксплуатацию кадетскую школу. Ну, поэтому как раз, значит, не совсем, ну, было принято решение благоустраивать именно эту территорию. Как я уже сказал, Красная площадь – это все-таки очень большой объект, включает очень большую территорию. Там финансовые вложения нужны значительно больше, чем у нас выделяется по программе формирования комфортной городской среды. Ну, объект важный, мы это понимаем, как раз в рамках празднования юбилея, да. Поэтому, значит, благодаря руководству города, благодаря руководству республики удалось договориться или достичь договоренности с мостуризмом. И этот объект включили, как раз, в федеральную программу по линии туризма, по линии развития туризма. Те территории, которые отремонтировали, выполнены ли все работы в срок, все ли завершено сейчас? Да, работу приходилось выполнять в сжатые сроки. Территорию Кадетского сквера мы благоустроили в август, в конце августа. То есть как раз перед открытием Кадетской школы все работы были завершены. Ну, по территории около универмага Шубашкар, конечно, работы немного затянулись, но, тем не менее, все запланированные мероприятия выполнены. Будут ли применяться штрафные санкции, если подрядчик не уложится? Конечно, если подрядчик не уложится в установленные сроки, будут применены штрафные санкции. Это предусмотрено действующим законодательством. Значит, если нет объективных причин, по которым подрядчик растянутся в сроки, то заказчик в любом случае обязан применить штрафные санкции за невыполнение работ в установленные сроки. Подрядчик несет гарантийные обязательства. Если какие-то работы будут выполнены не качественно, в принципе, в течение гарантийного срока он должен все это исправить. Ну, весной посмотрим, какие там... Ну, в любом случае, благоустройство весной еще все равно придется доработать какие-то моменты. Это, можно сказать, и по прошлому году, в этом году мы тоже дорабатывали по некоторым дворовым территориям, потому что работы тоже завершились поздние осени в прошлом году. Но, тем не менее, значит, в текущем году мы все эти замечания устранили. Теперь перейдем к дорогам. По программе «Безопасные и качественные дороги» в Щебоксарах отремонтировали 64 километра дорожного полотна. Что думают автомобилисты о новых дорогах, узнаем далее. Центры нормальные, да. Какую оценку можете в программе дать? Три. Замечательные. У нас здесь спасибо большое и главе города, и республике. Пусть продолжают в том же духе. Центр вообще у нас блестящий. И улица Гагарина замечательная. Попрочем, попрочем стало. Замечательно. Ну, качество дорог изменилось. Стало ездить приятнее. Меньше ям. Поток увеличился. Ну, может, ДТП меньше стало. А как думаете, что еще где нужно отремонтировать? Ну, вот этот участок дороги еще отремонтировать и пошире сделать. А то вот, как бы, возникают сложности проезда. Особенно часы пика. По моим маршрутам стало очень просто ездить. Все дороги отремонтировали. Но ремонт в Щебоксарах шел не только на центральных магистралях, но и во дворах. Вот расскажите об этом. Действительно, мы ежегодно проводим, кроме тех работ, которые проводятся на магистральных дорогах у нас, это капитальный ремонт, реконструкция, ежегодно мы проводим работу по ремонту непосредственно дворовых проездов и внутриквартальных проездов. Значит, в текущем году были выделены средства с Дорожного фонда республики в размере 27 миллионов рублей. Еще дополнительно 10 миллионов выделили с городского бюджета. Таким образом, в этом году удалось отремонтировать 65 дворовых проездов. Потребность есть, большая на сегодняшний день. Значит, программа будет продолжена в следующем году, мы постепенно все дворовые проезды отремонтируем. А в строительстве в Щебоксарах новые дороги? В текущем году у нас начато строительство дорог в 14 микрорайоне и микрорайоне в Солнечном. Значит, все мы знаем, строятся новые микрорайоны. Транспортной инфраструктуры к этим микрорайонам не было, что вызывало большое количество жалоб со стороны жителей, которые приобретают квартиры в этих новостройках. Вот в текущем году как раз строительство этих дорог начато и в следующем году планируется завершить. Кроме этого, было строительство дорог в микрорайоне Новый город. Ну, там ежегодно в прошлом году строили часть дорог, и в этом году продолжили строительство. Значит, следует отметить, что в новом городе будет в следующем году запущен троллейбус. Поэтому во время строительства дороги была построена, обустроена и инфраструктура для того, чтобы, значит, установить линии, контактную сеть для того, чтобы запустить троллейбус. Если говорить о планах, значит, у нас застраивается центральная часть города, микрорайон Грязевская стрелка. Тоже разработана сейчас проектно-смертная документация. Это как раз дороги, которые будут соединять Грязевскую стрелку и с улицы Гагарина, и с улицей Энгельса. Там три дороги. Считаем, тоже в ближайшем будущем эти дороги начнут строиться. Если говорить о небольших дорогах, то в следующем году у нас в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется построить дорогу, соединяющую южный поселок с поселком Альгешево. То есть у нас сейчас две дороги пока есть. Это по Канадскому шоссе можно соединиться и по бульвару Орлова. А это будет дорога, соединяющая улицу Первая Южная с улицей Риха Безурги. В Чебоксарах успешно работает программа инициативного бюджетирования. Таким способом отремонтировали ряд столичных дворов. Что изменилось, узнаем далее. Система проста. Основные доли вложений в столичное благоустройство – это республиканские и муниципальные бюджеты. Сами жители платят лишь небольшую часть – 5% от общего объема финансирования. Зато приоритеты расставляют сами. Таким образом, по их просьбе появилось новое освещение в ряде дворов на улице Ленинского Комсомола. Дома здесь у нас постройки начала 80-х годов. Наружного освещения здесь не было при строительстве никогда. Общая протяженность сетей составляет чуть более одного километра. Что-то смогли отремонтировать, что-то пришлось сделать заново. Установили 47 светильников. В софинансирование участвовали жильцы 10 домов. Таким образом, на освещение было потрачено чуть больше 2 миллионов. А с каждого жителя взяли лишь по 50 рублей. А это уже один из дворов по улицам Франко и Текстильщиков. Жители рассказывают, что стали участниками всех строительных планерок. Вместе со специалистами вносили коррективы, если что-то шло не так. Около одного из домов даже чуть перенесли парковку и расширили ее. О прошлом даже вспоминать не хотят. Окна у меня выходят во двор. И обычно вот была такая картина, особенно в летний период. А тут было очень много деревьев. И вот тут двор с детской площадкой. И как ни посмотришь в окно, все время как бы собирались любители выпить. Там мусор был, банки, бутылки, что только не было, окурки. Было очень неприятно. Но теперь мы рады, что у нас такой двор, что детям есть где играть. Как бы простор и физическое укрепление здоровья, мне кажется. Вот такая простая, но очень показательная арифметика. В результате ее наши чебоксары становятся все краше. Расскажите, сколько проектов по этой программе уже реализовали? И насколько программа действительно себя зарекомендовала? Мы считаем, это очень важное направление. Когда люди проявляют инициативу, значит, и мы оказываем поддержку с бюджета городского, с республиканского. Считаю, что это очень правильно. Те люди, которые проявляют инициативу, им нужно оказывать помощь и помочь в реализации заполненных мероприятий. В текущем году в рамках инициативного бюджетирования по городу у нас выполнялось. Реализовывались 7 проектов. Из них 4 по отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 3 по отрасли образования. Что хочется отметить? Мы всегда готовы поддержать инициативу. Поэтому эти проекты будут реализовываться и в будущем. При благоустройстве дворовых территорий, при создании тех же сетей уличного освещения, мы в первую очередь будем поддерживать тех людей, которые готовы проявить инициативу, готовы принять участие финансовое в размере 5%, готовы разрабатывать проекты. Эти проекты всегда будут поддержаны. Давайте поговорим о строительстве детских садов и школах в Чебоксарах. Вот тем мы знаем, сейчас в Волжском активно строится новая большая школа. В каких микрорайонах города планируется тоже построить новые школы? Да, действительно, город у нас активно развивается, застраиваются крупные микрорайоны новые. Есть большая востребованность в строительстве школ и детских садов. Как вы уже сказали, в микрорайоне Волжский 3 у нас школа будет введена в эксплуатацию в следующем году. Значит, на очереди строительство школы в микрорайоне Новый город. Там уже контракт заключен. Значит, сроки по контракту, там, завершение строительства летом 2020 года. И следующий микрорайон, где, скажем так, очень сильно востребована школа, это микрорайон Садовой. По этому микрорайону также имеется проектно-смертная документация на строительство школы. Планируем ориентировочно начать строительство школы в 2021 году. Открыть 10 детских садов к юбилею города – это очень задача такая серьезная и ответственная. А как идет работа, укладывается ли подрядчик в срок, и на каком контроле у администрации идет именно вот это вот направление? Действительно, очень большой объем работ по строительству детских садов. Это, значит, 10 детских садов, такого, наверное, никогда не было, даже в советские времена. Все мы понимаем, какая ответственная задача перед нами стоит в горке юбилейной. Значит, то, что запланировали, мы, значит, планируем все обязательства выполнить. Все объекты находятся под постоянным контролем. Таких проблемных вопросов, которые создают угрозу для срывов в установленных сроках, пока мы не видим. Но в любом случае, значит, все объекты, они будут под постоянным контролем. Мы все видим, постоянно выезжает и руководство города, и руководство республики на эти объекты. Поэтому работаем постоянно с подрядчиками, отслеживаем качество выполнения работы и отслеживаем также сроки выполнения работы в соответствии с графиками. Поэтому мы думаем, в следующем году город получит такой подарок в виде новых десяти детских садов. На одну из таких выездных проверок побывала и наша съемочная группа. Родителям микрорайона университет скоро не придется возить своих детей в другие районы города. Здесь началось строительство детского сада на 250 мест. Стоимость контракта 189 миллионов рублей. Подрядчик заливает фундамент будущего здания и бетонирует подвал. До Нового года будет построен первый этаж, второй этаж будет на завершающей стадии. В микрорайоне Садовой ситуация схожая. Подрядчик вбивает сваи и заливает фундамент. Садик на 240 мест должен открыться в июле будущего года. Но здесь есть проблема – передача земли в муниципальную собственность. Ситуация какая? По документам по земле надо ускоряться. Потому что не успеете, значит, пока разрешения не будет, деньги не будете получать. Понимаете? Заинтересованность у всех есть. В Новом городе одновременно строят два детских сада. На одном объекте работы начались недавно, на другом уже готов первый этаж. Строительство пока идет тяжело, но задача до конца года – те объемы, которые были запланированы, освоить не только в денежном виде, а качественно именно на стройке. Я надеюсь, что и городская администрация, соответственно, и Министерство образования, Министерство строительства, потому что здесь запряжены две программы, свои задачи выполнены. Всего на строительство 10 детских садов выделен 1 миллиард 300 миллионов рублей. У нас на строительство меньше, чем один год выходит. На проектирование месяца 3-4. То есть сроки почти в два раза ниже от нормативного. Поэтому сталкиваемся с этими сложностями, которые совместно с правительством решаем. В принципе, работа организована на всех площадках. Думаю, что к августу следующего года большая часть детских садов будет введена. А теперь давайте поговорим о приятном. Впереди Новый год, новогодние праздники. Как наш город готов к Новому году? Создается ли праздничное настроение на улицах? Да, наверное, самый приятный и самый желанный для всех жителей праздник у нас приближается. Мы еще, наверное, с ноября начали готовиться к этим мероприятиям, как к культурным массам, так и по оформлению города. На сегодняшний день можно сказать, что город практически оформлен на 100%. Все запланированные мероприятия выполнены. Тут и оформление деревьев подсветкой, и создание фигур определенных арт-объектов. Я думаю, мы создадим хорошее праздничное настроение для жителей города. Приглашаем всех жителей города 30 декабря на мероприятие «Все на шестве», который пройдет по центральной улице города. А также 31 декабря приглашаем всех встретить Новый год непосредственно на Красной площади. Будут экраны, будет праздничный салют, будет праздничный концерт. Так что всех приглашаем. Каждый для себя какой-то сюрприц найдет в этом мероприятии. Конечно, очень много праздничных мероприятий будет проводиться. Это и в образовательных учреждениях, и в учреждениях культуры, и в спортивных учреждениях. Полностью все новогодние каникулы. Распланировано очень много мероприятий. И приглашаем всех жителей города активно участвовать в этих мероприятиях. То есть новогодние каникулы у нас пройдут весело и активно? Мы надеемся на это, что пройдут весело и активно, и позволят создать хорошее настроение в течение всех новогодних каникул. Ну что ж, Павел Николаевич, большое спасибо вам за ответы. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова